Недавно объявили митинг антикитайский 26 октября в 2 часа дня. В Алма-Ате это будет на Старой площади. Тема митинга против китайской экспансии и свободу политзаключенным. Китайцы когда-то приползли в Уйгустан, на коленях приползли, рабами, слугами. Убирали во дворах, выносили мусор. Это была ошибка тех уйгуров, кто там был, что они позволили им заселиться. Там оглянуться не успели, вокруг они китайцы уже были. Поймите, народ мой, их слишком много, а нас слишком мало. Если они зайдут сюда, мы растворимся, мы исчезнем. Мы должны собраться и показать, что нас тоже много. Чтобы они нашей массы испугались. Это психологически на них подействует. Я поддерживаю такие митинги. Почему? Потому что против Китая это понятно, почему. А против политзаключенных у нас любой человек может оказаться политзаключенным. И я считаю, что наша сила в единстве. Если обидели одного, значит обидели всех. Мы должны друг за друга стоять. И тогда вы увидите какая-то огромная сила. Мы. Также я хотел бы обратиться Сержантам, солдатам, Воинам, интернационалистам Афганистана. Всем тем, кто служил в Советской Армии. Видно, пришло время то, Что мы должны встать на защиту Родины. Тогда мы были 18-летними пацанами, мы не понимали. А сейчас мы понимаем все. Нам нужно встать за нашу Родину. Мы должны все выйти. Братья-мусульмане. Мы должны объединиться. Поодиночке мы ничего не стоим. Братья, я называю все народы, Которые живут у нас в Казахстане. Насчет комментариев. Я хотел сказать, что Мне писали там из Киргизии, Из Узбекистана, из Таджикистана. Салам алейкум. Слышали там камеры, Опознавание, да, у нас хотят вести. А для чего это? От кого? Неужели у нас одни преступники по улицам ходят? Хулиганы, которые задираются, драки. Вы когда последний раз это видели? От кого тогда прятаться? От кого эти все? Во-первых, это бешеные деньги были. Во-вторых, Когда будут все под контролем, Завтра поставят эти камеры, Через месяц будут стоять блокпосты. А потом колючая проволока. И мы будем в гетто. Этого нельзя допустить. Я обращаюсь еще раз ко всем. Этого нельзя допустить. По прошедшим митингам, Я вот смотрю, У нас такое ощущение, Что у женщин духу больше, чем у мужчин. В основном выходят женщины. Раз те, которые мужчины не хотят выходить, Пусть тогда сидят с детьми. Я зову тех женщин, которые думают о будущем своих детей. Зачем? Вы что, рожали рабов для китайцев? Вы же видите, что творится. Мы должны выходить. Мы должны бороться за свое. Сейчас такой момент. Его не было, когда уничтожали Уйгурстан. Сейчас весь мир увидел, кто такие китайцы. Весь мир, он нам поможет. Но только в том случае, Если он будет видеть, что мы боремся. А если мы не боремся, То мы просто терпилы. И никто нам помогать не будет. И мы можем потерять свою страну. Вообще. Я хочу сказать о политзаключенных. Это те люди, которые даже находясь в стенах тюрьмы, Они являются свободными людьми. А те, кто боятся всего, боятся, Шарахаются от всего. Ой, как бы того ни случилось, этого ни случилось. Они, находясь на воле, являются рабами. Мы должны объединиться. Это очень страшный враг. Очень страшный враг. Из страха к нему мы должны быть смелыми. Я также хотел бы, чтобы все люди, Которые с соседнего Кыргызстана, Таджикистана, Они уже потеряли землю. Узбекистана. Они поддержали эту акцию 26 октября. И вышли на митинги в своих городах, В своих странах. Я поражаюсь Россией. Что там творится? Дела, работа, заботы, Никогда не кончатся. Нужно один день отложить все. И сделать это ради будущего наших детей. Чтобы они могли жить Свободными людьми в свободной стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok